слава богу прямой эфир включая на ю тубе аллилуйя слава богу слава иисусу христу спасителю нашему господу нашему искупителю приветствую всех с киева приветствую всех с нашей киевской архипископии реформаторской православной церкви христа спасителя вот сегодня суббота сегодня завершается шаббат уже все уже уже вечер уже начало нового дня до завершился седьмой день шаббат суббота завершилась библейская по гражданскому календарю суббота еще идет по библейскому уже завершилась потому что написано библии и был вечер и было утро день вот седьмой да но вот наступил наступил новый вечер и наступил новый день библейского календаря новый день мы его называем воскресенье первый день творения божьего мы читаем из книги бытие каждый день фрагменты говорящие о каждом дне вот так подробно потому что каждый день он особенно так свят особенно памятен и особенно так честным нами именно как день сотворения вселенной сотворения мира вот и покоя господнего потому что в шесть дней а бог творил весь этот мир видимый тварный этот мир и седьмой день суббота шаббат бог всемогущий благословенно имя его он провел с нашими пращурами с нашими прародителями пра-пра-пра много раз про праотцом адамом нашим и нашей праматушкой нашей евой и вот да батюшка наш и матушка провели первый шаббат в раю еще до грехопадения вот есть разные мнения богословов сколько продолжался тот идеальный мир вот но я знаю одно из писаний знаю наверняка что шаббат они встретили вместе шаббат они провели вместе встретили вместе и провели вместе я в это верю потому что до в шестой день мы называем его пятницей да все мы пятницы я говорил вчера еще об этом да что шестой день пятница это наш общечеловеческий такой день рождения да потому что бог нас создал в пятницу ну наших прародителей вот одних уже все мы и понарождались от одной крови написано бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив пределы обитания времена сроки вот так что пятница это наш общечеловеческий день рождения да приветствую ольга сотова добрый вечер всем благодати божьей расскажите как-нибудь о святой воде верите ли вы в ее чудодейственные свойства да ну не совсем в тему но почему бы нет я тоже расскажу об этом а я вы чуть выше написал чуть раньше ольги вот текст фрагмент завершающий стих 22 завершающий первую главу книги эсфири потому что эти дни мы разбираем книгу эсфирь ну как разбираем не очень красивое слово разбираем в русском она имеет такое не очень хорошее порой значение но как бы ассоциации но мы вникаем в книгу эсфирь вникаем вот в суть праздника этого библейского святого праздника которому посвящены все эти вечера да все вечера я посвящаю как раз книги эсфирь и самой эсфири и мардыхаю всем персонажам библии книги эсфири и в общем то самому празднику пурим приближающемуся празднику пурим вчерашний вечер был встречей шабата и поэтому я как бы тему так не развивал этот вечер эту трансляцию я заглавил ну сегодняшним числом как обычно я делаю потом написал в скобочках третья часть пурим ну и пурим на иврите и ваш покорный слуга архиеписком сергей журавлев да но вопрос если вопрос ольги дам ко мне как к православному священнослужителю реформатору конечно люди обращаются с разными вопросами и я с удовольствием отвечаю а по поводу чудодейственной свойствах чудодейственных воды верю не верю ну и да и нет я как бы не могу сказать так однозначно верю или я или не верю в это смотря как вы это понимаете дело в том что я скажу сразу во что я не верю я не верю что вода какая она не была бы замечательная святая пересвятая обладает свойствами сама по себе какими-то чуотворными я в это не верю а во что же я верю тогда если я верю тоже в святую воду будем договорить да я верю в то что бог посредством окропление воды или омовение водой он совершает свои чудотворения также как и посредством помазания маслом елеем сегодня я ездил благоставлял маленького ребеночка ему всего лишь полгодика будет вот на днях его зовут александр младенец такой замечательный такой ребеночек вот я его помазывал тоже елеем да и это очень прекрасный обычай христианский такой обычай и помни окроплял тоже водой и я молился сегодня за младенца александра этого именно благоставляя его пел благоставение священников на его жизнь так вот во что я верю я верю в то что посредством окропление воды помазание елея возложение рук и прочими действиями даже возложением рясы костюма там я не знаю даже тень проходящего вот примеру меня да вот как христианина я верю что все чему мы касаемся или допустим помолился запоточек передал вот больному человеку и я верю что бог через это все совершает свои чудеса этому масса подтверждений и библии да и даже не только библии вообще даже вот в обычной жизни современной да вот христианской масса примеров уйма примеров наверное каждый служитель может рассказать очень много примеров вот а то что сама по себе вода или сама по себе тень моя или там или платочки или что-то еще обладает какими-то свойствами чудотворными я в это не верю то же самое как крест допустим да вот знак креста для меня если я буду верить что это меня спасает знаки креста допустим и носимые да мною примеру как как и как архиепископ я ношу панагию и крест да но если я буду думать что это меня спасает защищает то ой-ой-ой это очень опасный путь это уже идолопоклонство это уже фетишизм это оккультизм общение с бесами она мне надо нет конечно зачем у меня есть общение с духом святым вот но те христиане что по недоразумению да вот так неправильно либо научены либо так вот просто вот в силу традиции так верят знаете ли потому что так вроде как бы принято в народе до принято в церкви не знает в культуре то это большая проблема да на самом деле вот если человек будет верить в эти чудодейственные свойства там воды там так общение с бесами до добра не доводит никогда вот я тоже из библии из истории христианства примеров могу назвать им огромное количество вот подробнее об этом рассказываю в семинарах своих по истории христианства по истории церкви в том числе я рассказываю и о том как вот такие оккультные вот эти вот традиции как и вера в чудодейственные свойства святой воды в том числе они пришли в жизнь исторического христианства в жизнь церкви это не наше это не христианское это наносное это привнесенное извне поэтому оно должно и во вне уйти деформации было да но теперь время реформации реформация это восстановление это возрождение это покаяние это исправление это работа над ошибками это возрождение церкви божьей реформация восстановление покаяние исправление возрождение слава богу вот и один из таких знаковых таких моментов в этом процессе возрождение церкви божьей это возвращение к нашим общим корням веры корням традиции нашей христианской знаете друзья я скажу что как православному священнослужителю да уже более чем с 30 летним опытом церковного служения священнослужения да с 87 88 годов началось мое церковное служение священнослужение первая степень священнослужителя в православии чтеца степень вот я донес степень служения чтеца потом уже стал диаконом и в конце 91 года иереем священником служил в традиционном православии не обновленческом не реформаторском никаком а самым традиционным русской православной церкви православия вот был священником но в 96 году по идейным соображениям я вышел из традиционного православия не соглашаюсь по многим пунктам я уже к тому моменту к тому времени разочаровался в очень многих учениях доктринах практиках касательно вот вопросы ольги о святой воде чудотворных свойствах воды тоже один из моментов я раньше в это верил тоже но потом разочаровался в потому что я уяснил весь уяснил для себя очень важную истину что бог исцеляет бог освобождает и вся слава богу всемогущему вот не творению даже самому такому прекрасному как вода допустим да не не ни в коем разе не творение а творцу вся слава честь и хвала вот я стал реформатором то есть я вот уже больше 20 лет несу служение такое реформаторское православное служение то бишь я ратую за возрождение церкви и православной и всего христианства я не отделяю православие от всей церкви божьей все 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 ветви христианства я так рассуждаю нуждаются в таком изменении действительно положительном в реформации восстановление возрождение возвращение и вот кстати сегодня беседовал с одним из раввинов с израиля как раз на тему вот мессианского и такого православного служения я как раз объяснил тоже в израиле тоже интересуются братья там есть мессианские служители да много уже довольно мессианских служителей как и здесь в киеве допустим да вот израильские мессианские служители мне очень нравится своей вот такой широтой своим своей глубиной именно изучение писаний вот и я думаю что для них это на самом деле открытие что в христианских церквях многих вот такой процесс именно идет реформаторский процесс в православии в частности вот там есть православные в израиле церкви но как правило они за редчайшим исключением очень далеки от сионизма очень далеки от еврейства и даже как бы изоли самоизолируются они даже находясь в израиле на святой земле но изолируется и не контактирует фактически вообще с мессианским движением насколько я знаю из православных священнослужителей в израиле только лишь один священник вот публично открыто поддерживает израиль и армию обороны израиля и молится за израиль молится за еврейский народ открыто публично и были публикации он сам грек или араб но он относится именно к греческой церкви значит и греческому патриархату вселенскому и сейчас видение иерусалимского патриархата его его приход находится вот и были публикации я очень порадовался да и я очень рад тому что пусть даже как бы один но уже начал говорить об этом поэтому я планирую молюсь о поездке в израиль я был однажды но это было давно это было давно уже и я был как турист неделю был в поездке по израилю с группой ездил и там были священнослужители были насчет им мы смотрели христианские церквей разных мы смотрели святыни израиля за неделю нам показали многое очень вот и в общем то но сейчас кстати виза уже не нужна тогда нужна была виза все теперь можно и так ездить так вот и хочу именно приехать именно послужить израилю хочу послужить христианским церквям в частности вот очень хочу послужить братьям православным разным разных там юрисдикций разного патриархата именно идея такая чтобы послужить именно именно им в деле знаете ли принятие еврейства принятие еврейской составляющей в теле христа принятие израиля как не просто даже государства одного из многих государств нашей планеты да а именно как государство еврейского во первых и во вторых как государство возрожденного богом да большей частью люди которые возрождали израиль после второй мировой войны были люди не религиозные и от этого знаете ли чудо не становится менее чудесным а наоборот оно становится вдвойне еще более чудесным потому что бог если бы он совершил возрождение израиля через людей религиозных набожных то все равно ему была бы слава вся но в меньшей степени а так как бог всемогущий возродил израиль как государство через бен гуриона и других братьев там сестер вот в 1948 году людей чаще всего используя нерелигиозных от этого богу слава просто вячшая слава ну как бы более величественная слава богу аллилуйя спасибо господи за все спасибо тебе милостивый государь спасибо тебе бог богов господь господствующих благодарю тебя благодарю тебя за все благословен бог наш царь вселенной благодарю тебя за этот вечер уже третий вечер который я посвящаю празднику пурим боже помоги сегодня прикоснуться вновь к этой тайне праздника пурим библейского этого просвятого праздника помоги нам господь боже приготовить свои сердца к этому празднованию и пусть пурим божий свершается сегодня в наших судьбах боже и в теле машиаха в теле христа и в израиле благословен ты господь аминь братья сестры дорогие друзья и вот таким вот я как раз и сказал тоже сегодня общаюсь по мессенджеру facebook мессенджер с миссиан с одним из миссианских раввинов в израиле я как раз и сказал что я как православный священнослужитель я являюсь также и вот реформатором и как реформатор для меня мессианское еврейское такое служение мессианское служение как таковое вообще вот в разных его проявлениях и реформаторское православное служение это одно это нечто одно это кстати даже я сказал еще такую вещь тоже тому рыба что вот по моему наблюдению как раз именно среди православных священнослужителей очень много сегодня уже в русскоязычном мире в украинах различном мире очень много уже достаточно много православных священнослужителей и иерархов таких которые для еврейской тематики открываются которые задумываются которые интересуются еврейской тематикой корнями веры потому что с одной стороны конечно я понимаю что православие в целом как вот ветви многих в христианстве сегодня да на древе христовом будем так говорить ветвей много очень корень то у нас один как бы лоза то одна а вот ветвей множество огромное количество и таких и древних таких как вот православная католическая допустим и более новых таких протестантских порослей ветвей разных дай боже всем нам действительно приносить плоды для господа цвести и плодоносить на древе христа христовой церкви есть ветви разные конечно есть такие еле-еле душа в теле как говорится засыхающие умирающие даже и умершие как бы даже называющие себя живыми но на самом деле мертвые и такое есть и две тысячи лет назад было такое да и сейчас такого хватает есть надломленные кровоточащие такие будем так говорить да засохшие или полузасохшие есть зеленеющие плодоносящие цветущие слава богу вот и если брать в целом смотреть на православие то к сожалению большей частью православные ветви собой представляют ну такую не очень здоровую часть древа христа чаще всего надломленную отломленную засохшую даже весьма сухую порой ветви есть такие православные даже весьма сухие роман пишет слава иисусу шалом навеки слава воистину шалом я кстати нашему благочинному отцу алексей написал тоже шалом он мне ответил тут же воистину шалом говорит молодец слава богу вот так вот и я сказал о том что остановился на том что православные ветви чаще всего засохшие или засыхающие надломленные отломленные и порой весьма сухие но знаете ли дамы и господа братья и сестры я полон оптимизма несмотря на это я как православный священнослужитель и реформатор пол оптимизма почему ну во первых наш господь бог он оптимист вот во вторых как говорил еще проханов иван степанов да такой был муж божий он уже больше ста лет тому назад говорил христианин говорит настоящий это неисправимый оптимист и вот я полностью подписываюсь по словам проханова иван степановича на самом деле христианин это неисправимый оптимист ну и вот таковым я остаюсь я все время моего христианства и еще очень важный момент что в слове божьем есть просто сильнейший стимул для оптимизма вообще слово божье нас делает оптимистами даже если мы природно как бы да своей падшей природой мы пессимисты как бы да он нас превращает в оптимистов потому что он смотрит в слове своем очень весьма оптимистично не через розовые очки он смотрит реально на факты он смотрит что действительно весь мир возле лежит однако же остается оптимистом я помню как значит максим максимова в алмате он был тогда еще я к нему прилетал служил там у них в церкви словом божьим в библейской школе там в алмате новой жизни служил записи есть на ютубе на этом канале кстати вот можете посмотреть интересно старые записи вот сейчас максим максимов уже в америке до америке уже вот так вот но тогда еще он был в алмате в казахстане вот и я у него бывал но тогда уже сгущались тучи и кгб там милиция алматы казахстана уже за верующих уже стали браться вот стали уже не частым уже нередкими были случаи и арестов и обысков уже и как бы максимов говорил даже что вот наверное придется даже уехать из страны потому что весьма очень стало стало все печально вот и говорит как белоруссия так вот сейчас казахстан год но россия год еще больше будет вот доминировать именно как вот в репрессиях в этих гонениях вот он такой мне рассказывал я я ему сказал максим но христианин это говорю неисправимый оптимист я ему напомнил слова проханова ну максим такой максимов он за словом в карман не лезет да знаете сена директор он мне тут же сказал отец сергий говорит пессимист говорит это год хорошо информированный оптимист вот так вот я не знал что ему ответить но потом сказал следующее примерно так что пессимист это неправильно информированный или не в полном объеме информированный или дезинформированный так часто я бы так сказал бы даже дезинформированный оптимист потому что вся информация все знание у бога и однако же имея все знание все познание он не скатывается в трясину пессимизма он не машет рукой на нас и не плюет нашу сторону и не поставил крест плохом смысле слова над нами нет он хорошем смысле слова выдрузил крест своего сына отдал свою кровушку за нас единородного своего сына своего иисуса христа чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную это вся вот правда божья и здесь просто для оптимизма все слава богу вот и дамы и господа конечно время у нас идет и я о чем хочу сказать сегодняшний вечер вот тот текст который я выставил впереди из эсфири 1.22 из послания царя ахашвероши да артар сербса послание для провинции для всех его подданных чтобы мужья были господами в своих домах чтобы не было как в такой не очень приглядной истории перед тем описанной старицей остинь чтобы не было так как вот знаете ли извращение порядка божьего вот на днях да значит как говорится да тоже спор такой был здесь разговор был здесь у нас с братьями сестрами вот ну понятное дело 8 марта вчера допустим да значит там международный женский день значит там и такой праздник вспоминали там кто добрым кто недобрым словом там клару сеткин и роза люксембург вспоминали других там женщин многие тогда отступницы будем так говорить от веры от бога израилева хотели альтернативу такую а знаете ли вместо библейского праздника пурим вместо героической вот такой царицы эсфири показать такого такой образ женщины социалистической такой образ женщины коммунистической атеистической феминистки и в общем то к сожалению и розе и кларе это удалось в чем-то во многом даже в советском союзе вообще это праздник он прижился и на постсоветском пространстве до сих пор приходится нам с этим как бы так вот сталкиваться до наших дней хотя уже сколько лет прошло то после падения советского союза но как вот сейчас говорят совок или вата там такие грубоватые такие выражения но они очень хорошо как бы так вот характеризуют как раз вот это постсоветское мышление когда действительно человек он не думает своей головой а просто откуда почему зачем просто делать в силу традиции знаете ли не было религии у нас в советском союзе официальный да но был официальный атеизм который у нас был как своего рода такая религия определенная со своим культом со своими мощами даже со своими там идолами и ритуалами и демонстрациями прочее 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 это как бы миллионы миллионы значит денег были потрачены на этот культ вот начиная союза воинствующих безбожников и потом потом дальше дальше до наших как бы дней уже вот и конечно да это альтернатива такая замена библейского праздника но пришло время нам пересмотреть все переначать пересмотреть и вернуться от вот этой замены дьявольской такой через розу и клару предложенной человеческому роду прекрасной половине человеческого рода по крайней мере да вот искуситель то он знает как прийти знаете ли опять через женщину пришел искусить искушать человеческий род и мужчины братья даже служители пастыри даже великих там служений церквей в русскоязычном мире очень печально смотреть как они там изворачиваются как змеи изворачиваются и пытаются восьмом марта найти какой-то ну компромисс на такое какое-то христианское решение праздник весны там женщин там значит библейские какие-то примеры пытаются навязать но сколько черта не молюй как как его не закрашивай как не там не пытайся знаете ли это не то это не то это как вот был видеоролик я его даже у себя выставлял на фейсбуке на странице но давно уже он уже уже ушел давно уже в ленте может кто из вас смотрел даже интересный ролик там еще показывается ну проблема греха показывается при том очень хорошо показывается там ну прямик пример я щас не помню подробности вот помню следующее там гадость положили какой-то да а потом на нее там хорошие там еще что-то соус хороший там еще там что-то еще гарнир хороший все 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 свежу то даже если все это залито хорошим соусом значит гарниром хорошим там котлетка чем-то еще там к примеру заложено но если ты гадость там внизу да вот червь какой-то или там какая-то гадость еще вот не кошерная вещь то все это блюдо ну не знаю даже если это все каким-то очень дорогим соусом забить я не знаю все роты гадость вот и была показана проблема греха все как как не 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 ряди вот эту гадость значит в какие одежки не знаю это все равно это не то совсем это не то вот любите селедку под шубой да вот нечто подобное было показано как раз вот вот не я люблю селедку под шубой вот моя супруга очень вкусно готовится рот под шубы просто объедение просто вообще вот и скажу что это шедевр да насчет кулинарный вот как по моему так вот и но если примеру вот не селедку положить до на блюдо а допустим дождевых червей да каких-то или какие там еще гадость всяких там сорга ножек всяких и а сверху хорошие шубы этой там с майонезом все там хороший один слой второй слой третий слой даже и там и положите и селедочки положить все как для смаку как бы да и залить все это еще там чем-то еще соусом и подать блюдо все равно ты гадость все равно ты гадость и вот здесь то же самое как вот 8 марта не пытаясь нам преподнести как праздник светлый как праздник женский весны там пробуждение не это гадость основа основа гадкая основа гадкая и наоборот дамы и господа библейские праздники к ним порой добавляется и на них набрасывается но скажу так совершенно не библейской и порой да откровенно такое не наше не божье демоническое человеческое суеверное и прочее но все равно это как не знаю хороший продукт но примеру что-то запачкано помыл все она она основа хорошая основа сама хорошая друзья вот и праздник пурим сегодня ну чего греха таить к те кто особенно вот были в израиле допустим на пурим рассказывают да вот да и так нет и у нас есть киеве тоже я видел на пурим наряжаются во всякого рода чертей как бы но больше смотрят на это как на возможность напиться как говорится до потери пульса религиозники тоже извратили пурим божественный праздник напиться до чертиков чтобы уже не отличать между благословением и проклятием вообще как бы насчет там ничего не смыслить уже ну это надо было додуматься исковеркать так божий праздник библейский праздник вот значит и или же там нарядиться во всякого рода нечисть значит и блуд и и и все 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 в кучу то есть все то что противно богу сверху набросили на пурим и сегодня скажу так процентов 90 всего того что пурим нам называется реально пурим нам не является вообще и к празднику пурим библейскому празднику святому празднику этому отношение какое не имеет вот даже скажу так это как попытка скомпрометировать от праздника вообще вот и сегодня всем нам и и иудеям и христианам действительно стоит задуматься о наших общих корнях о корне нашей веры и о корне традиции и вернуться к чистоте этой первозданной чистоте и это изначальному смыслу заложенному в слове божьем как раз именно в этот праздник вот а праздник пурим да это действительно библейский праздник спасения божьего народа избавления я очень богу благодарен за эту возможность вот действительно вот благодаря таким вот размышлениям рассуждениям над словом божьим истории израиля истории церкви вернуться к первозданному к основе самой вот и молюсь сегодня также за братьев молюсь сегодня за мужчин молюсь сегодня за всех святых братьев чтобы были господами в своих домах чтобы действительно божий порядок он был в наших домах божий порядок был в семействах наших чтобы вот это тлетворное влияние этого мира падшего злого начала грех последствия грехопадем никак не называют а все это все принципе одного поля года одна проблема разные просто наименование разные термины чтобы все это не влияло на нас но наоборот чтобы дети божьи народ божий чтобы влиял на этот мир чтобы не мы не на нас влияло а мы влияли вот и как вот во время исхода великого да уже скоро будем отмечать три тысячи триста тридцать первый год со дня нашего исхода в ниссане будем отмечать как раз следующий месяц через месяц будем отмечать опять снова и снова снова из баки баки как говорится да будем совершать вот это воспоминание великого выхода из рабства вот и пусть сегодня совершается чудо и тогда во время исхода бог давал знаки каким дал знаки моисею посох был брошен да значит пред фараоном вот и моисей арон с одной стороны фараон и все оккультное царство с другой стороны и колдуны тоже сделали нечто подобное побросали посохи и они пророчились в этих змей в этих драконов и но что произошло дальше произошла очень интересная такая вещь змея которая из посоха моисея и арона этот змей сожрал наш как говорится змей сожрал всех остальных змеев это очень хороший был знак изначально что действительно победа за нами вот и я благоставляю сегодня всех вас возлюблены братья и сестры вот и сегодня молюсь о завтрашнем служении здесь в киеве на кловской с 9 утра у нас молитва и служение само вот киевляне приходите на собрание напоминают станции метро кловская в центре города кловская улица первомайского 6 утоз четвертый этаж наше служение там сейчас идет ремонт правда не очень удобно помещение сейчас но все можем в укрепляющем нас иисусе христе вот в том числе и ремонт и пережить вот слава богу вот и вот и молюсь тоже о предстоящем семинаре здесь в киеве начиная со следующего воскресенья уже 17 марта вечером по вечерам буду каждое воскресенье вечером буду проводить семинар по истории христианства с 19.30 но информацию и в блоге выставлю и более подробно дам на ютубе значит тоже информацию дам значит и вот и в этом на фейсбук на своей основной странице тоже опубликую информацию да вот а на фейсбуке присоединяйтесь к этой группе я там много групп начал разных но вот основная группа где публикации все мои есть это она так и называется рпсхс реформаторская православная церковь христа спасителя и аббревиатура и полное наименование набираете и попадаете как раз вот на эту группу подключайте сами не стесняйтесь лайкать вот насчет и их желательно приглашайте ваших там знакомых друзей тоже кто на фейсбуке есть там всех приглашайте короче вот делаю трансляции иногда тоже на фейсбуке вот и делюсь этими трансляциями там обязательно да набирайте реформаторская православная церковь христа спасителя а здесь можно даже сделать эти наверно даже и ссылку такую вот это пурим кстати пурим тоже здесь есть мне ссылочка на на фейсбуке я уже давно уже уже давно существует моя такая группа пурим вот сейчас я прямо здесь сейчас сделаю ссылочку раз появилась что-то не вижу я должна уже появиться по идее то а вот появилась вижу facebook комгроб пурим пурим да это вот та самая группа на которую прошу обратить ваше внимание вот и сейчас дам ссылочку сразу же чтобы по горячему кто найдет то не найдет пускай будет здесь уже вот рпц х с реформаторская православная церковь христа спасителя есть вот и к этой группе тоже подсоединяйтесь друзья дамы и господа и включите обязательно ваши какие-то рассылки там вашим друзьям вот пусть бог благословит вас дорогие друзья вот это вторая ссылка появилась вижу же реформинг португал черч аллилуйя вот и благословляю всех вас с хлебопреломлением я сейчас совершаю тоже хлебопреломлением обычно в эфире я совершаю это по утрам хотя и вечером тоже часто бывает вот но в течение дня тоже совершая преломления вечером обычно вот один на один перед богом с господом и вас к этому тоже вот ну подталкиваю будем договорились не только когда вот эфир я выхожу не сюда получается выходить в эфир допустим вот один один с богом сейчас налить себе сок виноградного я уже все приготовил уже для причастия вот и у меня есть хала вот шабат не хала вот я использую ее любой хлеб когда нет хала то просто беру сухарики нет сок виноградного просто воды или компот какого ну обычно просто вода бутылочка у меня с водой вот сухарик всегда и вот я знаете ли что хочу сказать размышляйте именно вот так что христос иисус он мой господь он мой спаситель не просто всех нас а мой личный господь мой личный спаситель и его святая кровь она была пролита за мои грехи он действительно совершил пуримный переворот о спасибо тебе господь спасибо тебе царь вселенной я верю что пред его пришествием и при его втором пришествии праздник пурим он воссияет с небывалой силой огромнейшей силой также как и ханук и другие многие праздники о спасибо тебе господь которые во многом являются такими пророческими празднествами благоставляю всех вас размышляйте о теле и крови иисуса христа и рассуждайте именно полно рассуждайте не частично а полно рассуждайте что ваши грехи все прощены на кресте господнем кровью иисуса христа да все мои грехи прощены то что были то что есть то что будут полностью я прощен принят богом но это еще не все это еще полуправда вся правда в том что иисус христос он взял на себя наши немощи и болезни и ранами его я исцелен он взял мои немощи мои болезни и его ранами я исцелен благоставлен обогащен всеми благословениями небес через кровь святую иисуса христа не замечательно ли это замечательно превосходно восхитительно это дамы и господа благоставляю вас благословением священников сегодня да благословить тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь из города киева божьей милостью архиепископ сергей жрублев реформаторская православная церковь христа спасителя мир всем вам сейчас принимайте причастие в рассуждение тело и кровь иисуса христа вместе можно можно один один пред богом если имейте возможность женой с детьми совершить это вместе с друзьями товарищами вашими прямо сейчас это сделайте во имя господне вот в трансляции я сделаю предпричастие утром давайте 6 утра подключайтесь к трансляции с утренней молитвы вот и после трансляции сразу еду уже однокловскую поэтому если будете в киеве утром то приезжайте с 9 до 19 наше время если с утра не успеваете не беда приезжать хоть к концу пообщаемся помолимся слава богу завтра еще будет брат сергий наш сергий устемец и мы с ним еще даже кстати успеем даст бог вот где побывать в нескольких местах получается где лавра возле лавры сделаем запись там тоже такое видео все же даст бог с трансляции если получится технически мы все благоставляю всех вас мир всем вам аллилуйя аллилуйя